Что вы представляете, дорогие друзья, когда слышите слово «ведьма»? Я думаю, что у многих всплывают вот такие образы. Или, например, вот такие. И да, большинство людей считают слово «ведьма» очень плохим. Но что, если я вам скажу, дорогие друзья, что это слово совсем неплохое? И по одной из версий это древнейшее русское слово с благотворящим, прекрасным смыслом. Здравия вам, дорогие друзья, с вами Юра. На канале «Осознанка», где мы зрим в корне русского языка, стараемся осознать послания предков, сокрытые в его прекрасных образах, а порой просто играем со словами. И сегодня мы как раз поиграем, поразбираемся с ведьмами в нашей рубрике «Кратко». Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Захотите поддержать наш канал, также заглядывайте в описание к этому видео. Заваривайте чабрец, а мы начинаем. Полетели к ведьмам. Итак, «Ведьма». Прекрасное слово, у которого два сильных корневых образа. «Ведьма». «Ведующая ма». «Ведующая мать». «Ведьма» — это женщина, которая обладает ведами, знаниями и способна применять их в жизни во имя добродетели. Обратите свой взор, дорогие друзья, на словосочетание «ведующая мать». Кажутся ли вам эти образы злыми, негативными? Вот мне лично совсем нет. Но тем не менее, в современном обществе слово «ведьма» считается чуть ли не олицетворением зла, коварства и пакости. Я думаю, что «Ведующая мать» — это прекрасно, когда женщина обладает знаниями ведами и может передать это своим чадам, передать знания веды своим детям. И это очень важно было для общества, для общины наших предков, чтобы детки усваивали веды. И именно ведающая мать может их им передать. Если у слова «ведьма» такие прекрасные благотворящие корни, то почему спустя столетия это слово приобрело просто ужасный смысл? Почему так произошло? Если вы давно смотрите канал «Осознанка» и знакомы с тем, что мы делаем, то вы прекрасно знаете, что многие древние русские слова полностью искажены, смысл перевернут. И слова, связанные с женщинами, имеют особые искажения. Раньше на Руси слово «стерва» означало «мертвичину». А теперь это у нас сильная, независимая женщина. Баба раньше была мать, родившая первенца, а теперь это сварливая старая женщина. Ну и то же самое с ведьмой. Раньше это была ведущая мать, а теперь это какая-то злая колдунья. Почему так происходит? Почему наши древние русские слова, связанные с женщинами, искажаются? Почему женские образы искажаются? Кстати, насчет слова «баба» и насчет слова «стерва» у нас есть два очень больших содержательных выпуска на канале. Если не смотрели, то обязательно ознакомьтесь. И тут мы с вами можем задаться вопросом. Случайность ли это? Или злая, умышленная закономерность, что все женские образы, женские слова искажены в точности да наоборот? Вот, посмотрите на современных женщин. Много ли вы знаете, дорогие друзья, ведающих матерей? Или все-таки больше независимых стерв? Наши девушки, наши женщины скорее будут называть себя стервами, чем ведьмами, потому что не ведают слов, не ведают истинных значений этих образов. А чтобы понимать, что говоришь, дорогие друзья, я всегда говорю «зри в корень». А корень слова «ведьма» – «вет», прекрасный корень, «веди» – это древнеславянская буквица, означающая благотворящие знания. И с корнем «вет» нет плохих слов. Приведу пример. Медведь. Мед ведающий. Краевед. Край ведающий. По такому же принципу. Языковед, киновед, почвовед, искусствовед, правовед и так далее. Кстати, слово «ведун» – тоже прекрасное слово, аналог слова «ведьма», только с мужской стороны. Если нужно сделать выпуск про слово «ведун» или, например, про слово «волх», напишите в комментариях, я сделаю с большой радостью. Разведка, проведение. Чувствуете эти слова, дорогие друзья? Прекрасные, хорошие слова с благостным, ведающим содержанием. И слово «ведьма» среди этих слов. «Ведьма», ведающая мать. Так откуда же закрепилось в нашем общественном сознании, что «ведьма» – это злая колдунья? Ну, дорогие друзья, все идет из древности, точнее, из средневековья, с европейской стороны. «Ведьм» в Европе преследовали. А почему их преследовали? Потому что к женщинам было, так скажем, ну, не самое лучшее отношение в те времена, в тех краях. Не у нас. «Ведьм» сжигали на кострах. А почему? Потому что женщина, даже если она умела читать все, она колдунья, она ведьма. «Ведьма» – это просто женщина, обладающая определенными знаниями, ведающая мать. Так что, дорогие друзья, мы не в Европе, мы на Руси. На Руси «ведьма» – это прекрасное, доброе, благотворящее слово. Запомните, дорогие женщины, уж лучше быть ведьмой, чем стервой, если знать истинные смыслы слов. Также хочу поблагодарить, дорогие друзья, тех людей, которые помогают нашему проекту финансово. Вот они перед вами, благодарим их дружно. Если у вас будет желание поддержать канал «Осознанка», то загляните в описание, там все ссылки есть, как нам помочь. Но если помогаете, то от души, от сердца. Встретимся через неделю в 13.15. Зрите в корень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!